Артур, мы ещё мешки принесли. На уборку только улицы Крымская потребовалось несколько сотен мусорных пакетов. Силами сочинских единороссов и активных жителей придомовые территории наконец-то облагородились. Сотни килограммов мусора собрали только с этого склона. Склоны вроде как в заросли, всё это дело забрасывается. Обломки, мебели, доски, непонятные конструкции какие-то. Всё думают, что это всё заросло и никому не будет видно. Среди куч листвы и разного рода мусора немало было и опасных для жизни предметов. А ведь рядом с этими находками детский сад и спортивный клуб. Но почему-то основную часть местных жителей эта проблема не беспокоит. И они ждут, когда кто-то придёт и уберёт их улицы. Такую практику, когда одни захламляют, а другие за них вычищают, пора заканчивать, считают власти. Жильцы должны либо оплачивать уборку мусора управляющей компанией, либо браться за метлу и грабли самостоятельно. А вот жителей микрорайона Донской можно брать пример. На субботник вышли и стар, и млад. И уговаривать жителей не пришлось, говорит Нина Ивановна. Поддерживаем чистоту ежедневно и ухаживаем за своей придомой территорией. И каждый житель старается убрать своего подъезда в палисаднике, посадить цветы, потому как они радуют глаз и украшают нашу жизнь. Чистота города прежде всего зависит от самих жителей. И правила «чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят» должно стать девизом каждого сочинца. В том, что недостаточное количество жителей выходит на субботники, я вижу прежде всего плохую организацию работы управляющих компаний, ТСЖ, домов с непосредственным управлением домкомов. Пока, как и в прежние годы, и в прежние месяцы, подавляющее число тех, кто убирает, это сотрудники, опять же, администрации района, администрации внутригородских районов. Это наши МУПы, это наши МКУ, МБУ. Такой практики, что на субботники выходят сотрудники мэрии, нет ни в одном муниципалитете. Кроме того, городские власти предоставляют весь необходимый инвентарь и технику для проведения уборки. Городские парки и скверы в Сочи ухожены. Проблема на частных территориях и во дворах многоквартирных домов. Поэтому город вынужден помочь такими субботниками. С завтрашнего дня по всем домам с проверкой будет ходить народный контроль. Он и выяснит, платят ли жильцы за уборку домоуправлению и куда уходят эти средства. В целом, по итогам прошедшего общегородского субботника, ликвидировано несколько сотен тонн мусора.